здравствуйте друзья вечереет мы в городе санта круз идем в магазин трейдер джо этих магазинов всюду много но этот просто по ближайших того места где мы на даче находимся идем мы туда с очень узкой целью купить коньячку не потому что мне хочется а потому что сотрудница наша жанна говорит что вот возле них в ближайшем там трейдер джо нет коньячка а ее муж бизнес без этого коньяка страдает в общем мы идем покупать коньяк и нету друзья светлана негативно рассматривала проблему ей казалось что уже тут нет не только в одном магазине но и в других уже нет как нет друзья нет вот он нашелся пожалуйста вот клод чателье vs как-то немножко внешне изменилась раньше этот вес вот тут был написан прямо буквами такое ощущение что они все время вот заменяют когда-то здесь был эксо за те же деньги но это было давно а сейчас вот пожалуйста возьмем раз два три 4 5 сейчас все пять для жанны и заберем а себе друзья я взял бутылочку для дома для семьи когда гости придут вот я взял ки анти очень хорошее вино рекомендую легкое приятное такое но сейчас я за тележкой скажу 20 лет назад друзья когда мы привозили постоянно на работу ребят по рабочим визам у меня лежали дома не дома я здесь в офисе у меня лежала но стопка вот этих вот шоколадок они видите полукилограммовые толстые они разные с разными орешками молочный там горький шоколад и так далее вот этих здесь только лежит раз два три 4 5 6 штук вот в данный момент и я новичкам дарил такую шоколадку они приезжали в америку и первое что они так видели здесь была такая шоколадка вообще в магазине трейдер джо много такого он вообще европейским торгует много европейского и там было много такого что вот нам нравится ну например вот какие-то там вот типа вот этих вот да вот там чего-нибудь такое в шоколаде но этот финанс батар это вот такие как бы кофейные шоколаде а тут еще есть мармеладки где они мармеладки то были мармеладки в шоколаде изюм шоколаде в данном случае орешки еще тоже тоже орешки в шоколаде очень вкусные все знаете я рекомендую если кто шоколад вообще есть а где же тут есть такие знаете немножко вытянутые они просто мармеладки просто мармеладки очень в общем приете тут порой здесь на полках тут же вот продаются органические огурчики такие как мы привыкли называется пержан персидские вот парень их укладывает я не знаю где еще есть органические я с этой проекте не знал но ребята подсказали которые наш канал смотрят как что вот ты считаешь интересным в этом магазине вот кроме там органических огурчиков которые я помню что еще здесь есть такое ради чего стоит прийти что я подумала что неплохо бы сделать там супчик да из у нас это называется зукини а вообще кабачки так вот я взяла тут разноцветные я взяла курицу да вот так курочку ножки ножки да а во вторых взяла сейчас я не у меня что вот огурчики взяли огурчики взяли да и разноцветные взяла зукини вот такие вот ну хорошо но ты же не не пошла бы специально сюда за этим делом дело в том что я вообще редко хожу в третий пчел во-первых потому что мне неудобно туда заезжать а вторых потому что на свой дом никогда нет паркинга целое дело там встать органические огурцы тоже подумала вот но что еще взяла у нас был очень удачный опыт ферментирования сельдерея да ох как ребята это нечто это вообще не что но я сейчас взяла сельдерея вот органические хорошие да так и к нему я подумала вот это тоже не сюда есть это нарезанная цветную капусту не очень люблю а это срезанные соцветия соцветия да с цветной капусты я подумал чем у меня группа прям до чего мне их не заферментировать я продолжаю чтобы тебе не заферментировать просто цветную капусту зачем тебе зацветия а вот это я как гарнир а вот это я знала на ферментацию а еще в суп я подумала что я положу я купила почищенный зеленый горошек это меня будет для суп вот эту штуку вот я не знаю брать и не брать или тоже в принципе термили с точки но могу не брать поскольку я уже взяла много другого подарок а вот эти беленькие вот это тоже очень уникальность мы это козьего молока и вот мало того это датский сыр но и же ворезан и датского из козьего молока хорошо ведь я чувствую что я хорошо переношу овечьей козьей сыр и не переношу коровье сыр и вот поэтому я взяла вот такой сыр у нас он сейчас все больше и больше вообще мне нравится что индустрию тебя тут уже оторвалась ну так что индустрия индустрия в целом вот подстраиваться под людей у которых вот здесь оторвался да 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 фильтр наш оторвался на толеранс и все больше и больше получается продуктов из козьего и овечьего молока отлично их появляется все больше но вот именно такой сыр твердый видите он твердый очень много козьих сыров которые такие мягкие совсем как крем-чиз больше а это настоящий твердый сыр отлично салли упаковки можно я хочу сказать еще что тем что огурчики огурчики тоже это ферментирует вчера и бочковые и самое главное друзья мои вот если вы покупаете такие бочковые огурцы не выливайте рассол него можно чем-нибудь положительно покрутим fresh pickles санома ты знаешь что вчера гена рассказывал какие надо брать огурцы вот которые как настоящие бочковые там то что в россии были бочковые огурцы они были чуть ли не ногами топтаны это все было совершенно полная антисанитария и они выживали только за счет того что эти бактерии все-таки полезные очень съедали всю эту гадость который там грязь наносили поэтому я бы на них не равнялась это обычные огурцы которые заферментированы там нет ничего кроме соли и чеснока поэтому я без добавок но рассол рассужен он наверное очень соленый я его смешаю со своим рассолом который менее соленый и закину туда вот эти вот штуки овощи я хочу сказать что те кто пиво пьет вот в этом магазине конкретно в этом есть такое пиво которое не обязательно где-то еще можно купить то есть допустим плезинская она есть можно купить в американских магазинах но это конкретно из чехии это не американская плезинская это прямо из чехии или вот допустим до перроне значит это идет из италии то есть они да не таки да вот пожалуйста импортированные из германии а это пизд пирса плезинская но из германии бывает чешская бывает немецкая вот они разные да идем идем магазин вообще у него европейские поставщики и тут можно найти что-нибудь по интересненькое чего не встретишь я помню не знаю как сейчас вот не вижу но когда-то мы здесь покупали такие же точно как мы в ссср ели конфеты шоколадные венгерские которые были фрукты в ликере ты помнишь там вишня ликере там еще что-то прямо вот да но я здесь нашла вот я просто сомневалась братья не братья внимание это тоже нигде не видела это был куда-то че-то из-за использования нигде не ловая возьмем да конечно все это может быть и взять от вас точно таков пусть будет ты не можешь сомневаться потом и не попробовать потому что иначе сомнения никуда не уйдет а вот пожалуйста это быть слушая вот тебе пожалуйста бри из-за хозьего молока все уже посмотрела не все мягких я в нашем магазине возле дома в иранском нады было вот он называется вот так вот чеви да вот чеви какой-то сыр вот сыр и он сверденький он такой похож на творог больше это как творог да это все вот вот это вот этот твердый но он почему-то с твердым медом если он был вот и шевре шевре но только без добавок это было бы то что надо почему-то его здесь нет такого ладно друзья что сказать проще надо быть вот мы со светлой пришли к мысли что когда готовишь просто то очень хорошо получается вот смотрите боже что же это вот такая плитка написано козье молоко чеддер чеддер фактически это что это бактерия которые его хорошо ну что движем на кассу нет со всем этим хозяйством посмотрим еще тут могут быть всякие еще интересные какие-то вещи такие наш не обучены ладно друзья смотрят приправки и на мой вопрос а что тут никакие как везде приправки она конечно не такие а почему же в других местах таких нету не потому что тут какие-то поставщики другие вот я вам хочу сказать что вот эта вот штука покажи это 21 сезон салют да и это очень много и она не содержит соли там 21 какой-то один тип приправа да и она очень хорошо я подтверждаю и они стоят 2 доллара на самом деле такие сомни ничего не станет на кит таких цен вообще на приправы приправы дорогие вообще-то таки сцен на приправы большими и поэтому вот сами что я взяла тоже нашла интересно называется south african смог сезонин blend но когда ты смотришь из-за чего он состоит как всего тут паприка да очевидно копченая паприка флейкс и салт и гарлик базил и все шикарно я думаю что должно быть я бы действительно все очень дешево видите доллар 99 2 29 долларов 99 что ты давай я отнесу и телегу сюда прикачать все прекрасно все прекрасно опа давайте друзья покатили к свете с хозяйкой оказаться в магазине которым бываешь не часто это друзья вызов а вот просто базил не хочешь просто базил вот они отличаются свет и вот эти два отличаются отличается из более крупного помола и все да они у них одинаковые они же одинаковые должны быть нет они разные картинки раз золотистые здесь без золотистого они разу они безусловно родные они золотистые здесь другая этикетка напечатать спаси стромбол все же самое обченая паприка это паприка я всюду и используя на когда вот я делаю все на пару я и все посыпаю полчась она шикарная ребята она шикарная подтверждаю как потребитель а вот оливковое масло и первый раз в жизни драйв вижу масло из туниса представляете из туниса вот пожалуйста цветочка что это как она твой спрей это дело там шикарка такая аэрозоль дело том что смотри тут есть канула канула считается плохим маслом там полисы чурит из жиры она не годится если оливковое масло на оливковом масле плохо жарить его можно если в салат ты хочешь немножко побрызгать а вот это я именно когда я делаю в air fryer я жарю да то я просто кладу это все на решетку и сверху немножко и она замечательного не очень низкая высокая температура жарки вот или за что он расходится страшно вот здесь дешево слышала стоит здесь вот три доллара в обычном магазине 570 . вот мы видим разные макарончики этот из черных бобов этот из чечевицы я думаю этот вот кино коричневый рис коричневый рис а вот это пение что такое не подожди скажи мне в чем а чего просто не съесть макарон то вас слушая во первых с точки зрения калорийности я думаю что макароны более калорийные 2 они более углеводные да второе это вот когда ты ешь все-таки в этих тоже есть углеводы конечно вот друзья вы видите слева то бутылочка коньяка что мы только что взяли а справа то что раньше слушает вообще xo я не знаю или она уже у нас стоит лет сто потому что xo они давно уже не продают ведь написано что product of france так xo клад шателье рука сейчас я гляну что у меня еще в шкафу и все друзья справедливость восстановлена значит слева то что они сейчас продают vs там какой-то xo это то что давно было наверно нас просто давно-давно стоит мы даже не открывали это vs это то что мы открыли это то что они последнее время продавали но до того вот так вот такая историческая мы сейчас поставим рядом посмотрим что то из них более светлые или темные нет они абсолютно одного цвета мне кажется одного цвета но вот сейчас мы исторические ростами вот так то что было раньше то что было вот до последних дней и это последнее что мы взяли сегодня для жанны в а и Субтитры подогнал «Симон»